МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале ГРОДНО Плюс в студии Михаил Зайцев. Сегодня мы расскажем. Почетная памятная медаль в честь столетия. Ветерану Великой Отечественной войны вручили юбилейную медаль к столетию вооруженных сил. Не только выявить, но и впредь не допустить нарушений. Комитет государственного контроля Гродненской области подвел итоги 2017 года. Никто не забыт. Во время телемоста между Гродно и городом Ядрин в Чувашии почтили память гродненских героев-подпольщиков. Подарок от чемпиона Дарья Домрачева направила материальную помощь в сельскую школу под Новогрудком. Комитет государственного контроля области подвел итоги своей деятельности за 2017 год. Была проверена эффективность использования государственных средств и собственности, выполнение госпрограмм, деятельность органов исполнительной власти, а также ряд сфер и отраслей региона. Под наблюдением всего около двух тысяч поручений главы государства. В связи с многочисленными обращениями граждан на особом контроле оказалось жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, агропромышленный сектор и система детского питания. По результатам истекшего периода за многочисленные нарушения в государственный бюджет было взыскано 420 тысяч рублей. Как правило, наказание последовало вследствие непонимания ответственности за несоблюдение закона, а порой и его сознательное нарушение в целях корыстного обогащения. Поскольку работа комитета напрямую связана с экономикой региона, борьба с коррупцией занимает одно из лидирующих направлений. Отрадно отметить, что в этом плане есть нормальное действие взаимодействия с соответствующими службами обыск полкома, ну и конечно с теми органами, правоохранительными, прокуратурой, с которыми мы тесно сотрудничаем по выполнению возложенных на нас функций. В частности, была отмечена неэффективность расходования бюджетных средств в закупке продуктов питания в столовые, учебных заведениях и оздоровительных лагерей, а также недостача в нормах питания, как и использования для приготовления детских блюд, просроченных продуктов. Только за начало 2018 года 14 человек по области были привлечены к уголовной ответственности за хищение в школьных столовых. Требует оздоровление и строительная сфера, в которой подтвердилось необоснованное завышение расценки и сверхнормативные сроки строительства домов. Повышенную обеспокоенность вызывает и спортивная сфера региона, где за 2017 год выявлено немало нарушений и заведено три уголовных дела. На заседании круглого стола было отмечено. Проблемы есть во всех сферах, но их решение зависит исключительно от порядочности и ответственности рабочих кадров на местах. Главный упор – это оказание содействия и действенного влияния на те процессы, которые происходят в экономике. И если где-то есть болевые точки, именно туда направляют свое внимание органы Комитета государственного контроля. В целом обращения граждан сократились более чем на 20%, во многом благодаря решению проблем в ходе регулярных субботних прямых линий. Хотя активность жителей Гродненского и Ильицкого районов по-прежнему высока. Во втором квартале 2017 года резко возросло количество обращений в связи с закрытием мусоропроводов в многоквартирных домах Гродно. Всегда волнуют людей вопросы коммунального характера и своевременной выплаты зарплат. Что касается регионов Гроднищины, было отмечено нежелание местной власти услышать население и халатное отношение к реальным проблемам. В настоящий момент сотрудники Комитета проверяют сферу социальной защиты. Итоги будут известны уже в апреле этого года. В целом год был успешным, но есть ряд проблемных вопросов, над которыми предстоит поработать. В области подвели итоги работы системы образования в 2017 году. Он был посвящен науке и в этом направлении гродненские школьники под чутким руководством педагогов создали ряд уникальных проектов, в очередной раз подтвердив высокий уровень не только в учебе, но и во внеклассной работе. Наши кулибины на практике продемонстрировали, что умеют воплощать научную фантастику в реальность. Будь то робот-автомобиль, собранный из подручных материалов или уникальный печатный станок, ставший приветом из 500-летнего прошлого. Такой станок есть только в национальной библиотеке, а нам удалось сделать его таким, который еще и работает. Мы смогли создать именно такой аналог, и все мастера работали безвозмездно для воссоздания истории, которая поможет нам окунуться в ту эпоху и понять, какой колоссальный труд проделала Франциска Скорина, и что это не так просто, и что это действительно огромный труд, которому мы должны быть благодарны. В год науки грудненские учащиеся создали немало и социальных проектов. Взять хотя бы игрушки для аллергиков или развивающие приспособления для детей из хосписа. Амбициозная идея была не только воплощена, но и получила свое продолжение. Уникальность этого проекта в том, что он был разработан для грудненского детского хосписа. И детки очень с удовольствием играют. Они экологически чистые, обработаны экологически чистыми красками. И поскольку этот проект вызвал огромный интерес и востребованность у детей, у родителей, лицея номер один не стали останавливаться, он не получил свое завершение, он получил продолжение данный проект и стали изготавливать различные всевозможные модификации машинок. Все это яркое свидетельство того, что если учащиеся работают в том направлении, которое им интересно, а педагоги грамотно поддерживают их начинание, результат превосходит все ожидания. Тем не менее, в образовательном процессе в 2017 году одним из разочарований стал откат уровня знаний, который продемонстрировали грудненские школьники на централизованном тестировании. Впервые наша область, всегда считавшаяся фаворитом, опустилась в рейтинге на третье место. Вместе с тем, именно у грудненцев вторая позиция в стране по числу дипломов на республиканских олимпиадах. В этом году диссонанс необходимо стабилизировать. Из глобальных преобразований на ближайшую перспективу реализация ряда инвестпроектов. Это город Островец, и школа, и детский сад, и дом творчества. Это областная инвестиционная программа, детские сады, в первую очередь, начало строительства школы в городе Гродно, ну и другие объекты образования. Нельзя забывать, что один из особых акцентов мы делаем и на средства, выделяемые Всемирным банком. Пять учреждений образования в этом году будут капитально отремонтированы за счет средств Всемирного банка. Ряд нареканий и неприятных инцидентов в прошлом году были в сфере питания школьников. Здесь также будут внедрены определенные преобразования. Конкретные шаги по усилению контроля за организацией питания, ряд дополнительных мер по обучению работников пищеблоков. Надо сказать, что на сегодняшний день со стороны области разработаны все алгоритмы, методические рекомендации, пошаговые инструкции, как надо делать. Осталось только это выполнять. В Гродно почтили память гродненских героев-подпольщиков Николая Волкова и Василия Розанова. 35-я школа с 2008 года называется именем руководителя одной из первых подпольных организаций Николая Волкова. В этом же году здесь был создан музей памяти «Гродненское антифашистское подполье 1941-1944 годы». Уникальные фотографии передают всю атмосферу того времени и деятельность героев-подпольщиков. По указаниям Волкова, члены подпольной группы передавали военнопленным продукты, медикаменты, одежду и документы, необходимые для легализации бежавших военнопленных. В феврале 1942 года были расстреляны шесть членов первой подпольной группы и их руководитель Николай Алексеевич Волков, а также его жена Варвара Васильевна Шапошникова. Теперь ежегодно 35-я школа связывается с близкими героев посредством телемоста, чтобы почтить память руководителей первой Гродненской подпольной организации. Кроме того, этот музей уже посещали родственники Николая Волкова и Василия Розанова. Как отметили в школе, близкие герои благодарны руководству города и учреждению образования за память, которая здесь хранится до сих пор. Патриотическое воспитание, оно необходимо было во все времена и сейчас оно тоже является очень актуальным. На мероприятии присутствуют учащиеся старшие школы, но мне говорили ветераны, которые присутствуют на нашем мероприятии, они спрашивали у ребят третьего класса, что они знают про Волкова, и ребята очень много знают про Волкова. Это радует, и то, что наша школа является именной, носит имя героя, это здорово для патриотического воспитания. Подарок от чемпиона. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Дарья Домрачева порадовала поклонников не только очередной победой, но и подарком. По многолетней традиции каждый чемпион, покоривший Олимп, получает материальную помощь от президентского спортивного клуба, которую он волен направить в любую спортивную секцию. На этот раз выбор нашей Даши пал на обычную сельскую школу под Новогрудком. Еще перед началом ее серебряного масс-старта, биатлонистка увидела трогательный ролик, в котором гродненские ребята признаются ей в своих симпатиях и обещают горячо болеть за кумира. Именно эта видеоминута со словами поддержки и искренних пожеланий помогла определиться Дарьи Домрачевой с адресатом материальной поддержки. Данные денежные средства будут направлены школой на приобретение лыжного инвентаря. Это лыжи, палки, крепления, ботинки. Если тренировочным инвентарем школа обеспечена достаточно хорошо, то с профессиональным соревнователем дела стоят не столь успешно. Благодаря спортивному профессиональному инвентарю спортсмену зачастую удается выиграть те доли секунды, которые приводят его на пьедестал подсчета. Дети занимаются здесь биатлоном уже более двух десятков лет. И хотя есть определенные проблемы со спортинвентарем, несмотря на это воспитанникам спортшколы регулярно удается покорять пьедесталы разного масштаба, от республиканских до международных. Теперь благодаря олимпийскому подарку от королевы биатлона дорога к победе будет еще быстрее, а выстрелы в молоко все реже. Оказание помощи детям с ограниченными возможностями и семьям, в которых находятся пожилые люди, страдающие психическими расстройствами. Новые проекты обсудили члены Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста на расширенном заседании. Как было отмечено выступающими по итогам работы 2017 года, в разрезе страны именно Гродненщина является самым надежным партнером в решении гуманитарных вопросов и с честью справляется с любыми задачами. Гродненская область – это действительно уникальная область. Она сегодня, наверное, отличается тем, что практически 44% всех ресурсов, которые собираются от взносов, остаются и реализуются именно на цели и задачи бенефициаров конкретно в Гродненской области. И это, наверное, одна из тех областей, которая имеет наибольшее число партнерских договоров с другими национальными обществами по реализации той стратегии, которая принята в Республике Беларусь. За прошлый год на счету Гродненской областной организации Красного Креста немало достижений. В 2018 году работа в ключевых направлениях сотрудниками общественной благотворительной организации будет продолжена. В непосредственной сфере запуска у нас сейчас находится проект по социальной интеграции детей с ограниченными возможностями, посещающих общеобразовательные школы. У нас таких школ пять. Плюс к тому у нас запускается проект, ну мы надеемся, что запустится вот с минуты на минуту буквально, проект, который направлен на создание такого небольшого, ну скажем так, убежища для мам с детьми, которые были задержаны при нелегальном пересечении границы. Как было отмечено на заседании, в 2018 году на Гродничине также активно продолжится и работа по реализации проекта «Интегрированная помощь людям с деменцией и их семьям». Уже в эту пятницу белорусские вооруженные силы отметят свой вековой юбилей. Среди прочих мероприятий, запланированных и приуроченных к этой грандиозной дате, особенно важным и по-своему трепетным является вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. О том, каковы они герои той войны и чему у них еще можно поучиться, в материале нашей съемочной группы. Он – герой беспрекрас. Из-за него, это говорят, те ордена и медали, которые блестят на его кителе. Николаю Петровичу Павлову 93 года. Он свидетель событий страшной и кровопролитной войны и почти ровесник вооруженных сил Республики Беларусь. И торжественное вручение юбилейной медали из рук председателя Гродненского городского исполнительного комитета в уютной домашней обстановке добавило грядущему торжеству еще больше праздничных эмоций. Я рад, что о нас помнят, не забыли и желают нам добра, удачи, благополучия и долгих лет жизни. Скромный, как и полагается герою, он заражает своей бодростью и страстью к жизни. Каждая фраза – образец жизненной мудрости. Он и сейчас, хотя и сетует периодически на слабое здоровье, с удовольствием встречается с молодежью, школьниками, рассказывает им о нелегких фронтовых буднях. И таких, как он, увы, становится все меньше. И это уникальное наследие нужно поддерживать и беречь. Это человек, который от огромное количество положительной энергии исходит от него. Это, в первую очередь, человек достаточно ориентируется во всех уровнях нашей экономики и жизни города, интересуется. Хотя ему уже достаточно такого возраста преклонного. И это очень приятно слышать от него такое. К сожалению, с каждым годом люди такого возраста, их все меньше и меньше. Сегодня в городе насчитывается порядка 300 ветеранов, которые держали автомат во время Великой Отечественной войны. Но мы все делаем для того, чтобы эти люди продолжали жить и показывали пример нашему молодому поколению. Торжественное вручение юбилейных медалей к столетию Вооруженных сил Республики Беларусь – это только первый этап ряда мероприятий, приуроченных к празднику. Данная юбилейная медаль вручается в соответствии с указом действующим военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь и ветеранам Великой Отечественной войны в первый этап вручения. Данный этап военным комиссариатам и местными органами власти планируется завершить 23 февраля, чтобы в преддверии праздника и на сам праздник ветераны Великой Отечественной войны получили данную медаль. Он говорит, не сожалейте о том, что стареете, не всем это дано. Прошедший войну, увидевший боли трагедии, встретивший великую победу недалеко от Праги, Николай Петрович Павлов, как никто, знает ценность жизни и надеется, что каждый сможет познать эту простую, но важную истину. Элла Табудила, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Последнее приготовление. Вчера вечером в центре Гродно было приостановлено движение транспорта. Состоялась первая репетиция парада к столетию вооруженных сил. По центральным улицам города прошли пешие колонны военнослужащих, а уже сегодня парадные расчеты сопровождает военная техника. В связи с этим возможны затруднения в движении транспорта по улице Советской, Социалистической, Держинского и Ленина. Следующая репетиция парада пройдет 22 февраля в 20 часов. На время репетиции вновь будет перекрыто движение по улице Держинского. Не пропустите! Неповторимый спектакль «За закрытой дверью» в исполнении народных артистов России Ирины Алферовой, Андрея Соколова, а также артистов Московского театра «Игроки» состоится 20 и 21 февраля на сцене Гродненского областного драматического театра. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Если вам нравится не только узнавать новости по телевидению, но и листать глянцевые журналы, то рекомендуем сервис МТС Пресса. Космополитен, Экскуайр, Джекью, более сотни журналов о моде, психологии и спорте, обо всем, что вам интересно, доступны в любое время, в любом месте и с любого устройства на пресса.мтс.by. Попробуйте, первые три дня бесплатно, далее 25 копеек в сутки. Как только дочитаете журнал, услугу можно отключить. Заходите на сайт пресса.мтс.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС Пресса в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова